Всем здарова, братва на связи, как всегда я, Малфой, и это 156 серия пути бомжа на Hustle Online. Ну что, пришло время определиться, какой дальше скилл мы будем с вами прокачивать. Я вот так прикинул, что можно поработать пилотом, где аж 5 уровней навыка. Либо выбрать дальнобойщика, и здесь уже 42%, а короче... Пропускать канты это грех, именно поэтому мы бежим и смотрим, что заспаунилось. Ага, Дубай Транспорт, и что уж, давайте пробуем. Цену набили 22 ляма, вот уже и 30 кака, и внутри какой-то заряженный Мерседес. При условии, что никто не пишет ха-ха-ха-ха-ха, может даже он и окубился. Пытаемся забрать себе одежду, а меня просто берет и кикает. Короче, читер спас меня от слива. Залетаем в центр занятости и устраиваемся на работу пилота. Ага, медкарта мне нужна, и нужно списываться с проктологом. Подожди, не удается отправить сообщение, это он телефон отключил или что? Залетаем в бойку, а внутри у нас тишина. Я так понял, пилот переносится на далекие времена. Перемещаемся в транспортную компанию, берем прицеп, и вот сразу начинаем с самых жирных заказов. Загрузка у нас на заводе, и я ювелирно через платную дорогу попадаю в Арземас. И прям разрабы молодцы, что проложили такой короткий путь. Прицеп говорит нам до свидания, и мы загружаем продукты по полной. Подожди, я вот много раз выложу и сажусь, и походу бак на скорость не работает. И как черепаха ползем со скоростью 30 км в час. По скилу у нас 42%, и после разгрузки вообще ничего не прибавилось. О-о-о! Прицеп говорит нам до свидания второй раз, и после очередной доставки нам уже пишет дальнобойщик плюс 3. По навыку 45% и бомжара зачем вот так исполнять, дай нормально поработать. Короче, скилл прокачивается только при выполнении заказа, а это значит нет смысла брать большие контракты. Хватит и маленького на 2000 единиц. Загружаемся на заводе, и вот как же я ждал этих исполнений. Чувак на Волге специально передо мной хасанит, и я чувствую, что сегодня это только начало. Завершаем заказ, и вот что и требовалось доказать, скилл прокачался до 48%. Опять я на любимом заводе, и вот кто додумался бросить машины прям на трассе? Еще и механик через лобовуху вылетел из-за этого. Ладно, все, хватит ныть, контракт я выполнил, и вот половина скилла уже есть. Оформляем скучные загрузки, и вот ты посмотри, что творит. Специально меня подрезал и начинает доставать, та ё-моё. Или подожди, 4000, это я так понял, он извинился? Вот такое мы одобряем, и вот гелик, ну тебе что, дороги мало? Я реально не понимаю, зачем мешать работягам-дальнобойщикам? А вообще я теперь блогер по Евротрак-симулятор, ставьте лайки, и выйдет новый летсплей. Опа, а вот здесь у нас проблемы, красная метка находится в казино, и через обычную дорогу я точно не выйду, нужно ехать по полю. И вот как черепаха ползем, но доезжаем до точки назначения. А, я совсем забыл сказать про заработок, он здесь настолько мизерный, что вот я получил 18 тысяч, но по времени потратил минут 20. Вот еще хороший пример, пацаны на челленджере случайно подрезали, и вот в голосовом чате извинились, вот это по-человечески. Принимаем контракт на одежду, и вуаля, плюсанули 800, вот это я понимаю зарплата. Я все-таки надеюсь, что при максимальном навыке мы будем получать больше. Очередная поставка, и в этот раз я попал на стройку. На штрафы не обращаем внимания, и вот здесь, ну хотя бы плюс 19 косарей, ну хоть что-то. Минусуем 3к за платную дорогу, и пожалуйста, не нужно меня преследовать. Зачем мне писать, стой, 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 я и так ползу как черепаха, а вы меня отвлекаете, пацаны. В этот раз заливаем в цистерну топливо, и вот рубрика в мире животных. Какой-то тюбик меня таранит, и спрашивают, как тебе опель? И когда я его проигнорировал, он продолжает меня цеплять, короче. Смешные, 5 тысяч мы получили, и вот здесь уж точно нужно брать паузу. Потому что я отработал 3 часа, и вообще сейчас ничего не хочу. Хотя ладно, я на свалочку лучше сгоняю, и вот боженька, дай мне что-то собрать за мои страдания. По тачкам эксклюзива вроде НМА, и вот прям рядом на куче золотой мешочек. Остается 3, 2, 1, и у меня топа залагал сервер. Пытаюсь перезайти, выдает Ю Абанетс from the server. И только на следующий перезаход мы видим в инвентаре золотой мешочек. Забираем разбитый телевизор, еще ноутбук, и по-хорошему можно было мешочек продать, но я его открою. И лучше бы я этого не делал, ушли мы в минус. Сдаем предметы в антиквариат, и вот внимание, за 3 часа дальнобоя у меня штрафов на 40 тесей. Перемещаемся за грузовик, и вот думаю, страна должна знать своих героев. Еду я себе, никого не трогаю, и Артем Винчи начинает исполнять вот просто на ровном месте. Тюбик, да чтобы ты в кассике все проиграл. Оформляем доставку в рыболовный магазин, теперь доставочка в клуб парашютистов. Разумеется, не забываем и про автомойку, и вот пока что у меня 69%. Еще продукты в Батырево, и у меня уже плавится мозг, потому что на одну доставку уходит 15-20 минут. Ладно, может канты меня сейчас порадуют, и вот я встретил свой легендарный Делориан. Да-да, я смотрю на тачку, с которой ушел в минус на 20 лямов. Мажоры опять ставят на все канты по оверпрайсу, и за 7 лямов выпал чуваку Лексус, и он в жестком неокупе. Ладно, все, будем считать, что этого ЕПП вы не видели, и поехали. Доставочка раз, доставочка два, и просто за сегодняшний день я самый заядлый дальнобой. У меня 25 рейтинга на все тк-сервера. Перемещаемся в кассик, и погнали крутить бесплатную рулетку. Выпадает нам сильвер випка, и по своим привилегиям она по сути бесполезная. Хотя подожди, ускоренная прокачка навыков работает? А почему я раньше это не союзал? Активируем голд випку, и погнали проверим. Опять загрузка, и оп-оп-оп перемещаемся на стройку. Мне выдали просто деньги, скилл не прокачался, вы чё? Зачем я тогда випку активировал, где обещанная прокачка? Разгружаемся уже в кассике, и вот на этот раз дальнобойщик плюс 4. Загружаемся на заводе, ползем как черепаха, и вот игрок Илья Велдер отказался от вызова. Тюбик, я вез тебе продукты 20 минут, и ты на полном серьезе берешь и отменяешь. Я все-таки добрался до юшки, но красная метка-то пропала, и просто зря потраченное время. Берем паузу, и может эта свалка мне принесет счастье и удовольствие. Проверяем все кучи, и опа запчасти к рулю сюда. Начинаем торговаться, и вот этот тюбик говорит, что будет специально тянуть мое время. Он это повторяет раз за разом, и я вообще в шоке. Насколько должна быть дерьмовая и скучная жизнь, чтобы таким заниматься? Я лучше дальнобоя покатаю, и вот разгрузка в частном банке, за которую мне выдали 20 косарей, ну и по скиллу 84%. Механик на ровном месте подрезал, сразу вышел из игры, и вы взгляните на этих двух обезьян. Кроме того, что протаранили, так еще и сидит один из окна и целится в меня. И вот справа вижу, что состояние груза 98%, и вот при доставке скилл мне не выдали. Потому что нужно завести им 90 единиц материалов, которые потерялись при столкновении. Короче, дальнобойщик самая неблагодарная работа, и страдать здесь снова я буду только на 2000 лайков.